Напиток, с которого обычно начинается утро каждого. Он дарит заряд бодрости, энергии и отличного настроения. Кофе обожают миллионы людей. Сегодня мы вышли на улицы города, чтобы найти тот самый. Кофе давно стал частью жизни жителя большого города. Многие уверены, с пластиковым стаканчиком в руке ты молод и полон идей. Кофеин, содержащийся в этом напитке, снимает сонливость, активирует память и ускоряет обмен веществ. По ощущению, как будто бы некоторые локации превратились в некий коворкинг или что-то в этом духе. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, кофе – это про уделение внимания себе, это наслаждение, это удовольствие. И когда это соединяешь с работой, это уже не удовольствие. Однако из друга бодрящий напиток может легко превратиться во врага. Если употреблять кофе бесконтрольно, он вызывает химическую зависимость, может начаться аритмия и бессонница. Также важно пить напиток не с самого утра, едва поднявшись с постели, а после завтрака. Допустимая норма – одна или две кружки кофе в день. Но нужно понимать, что это должен быть хороший, свежесваренный, качественный кофе, нерастворимый из пакета. Если, опять же, нет сопутствующих заболеваний, сердечно-сосудистой системы и проблем с артериальным давлением. Знатоки говорят, кофе – это не просто напиток, а целая культура. Самым популярным остается капучино. Название он получил благодаря своему цвету, напоминающему оттенок одеяния монахов Ордена Капуцинов. Считается, что именно они придумали добавлять в кофе взбитые сливки. Пошла тенденция на flat white, это где поменьше пены. На двойном эспрессо он получается очень плотный, насыщенный, стандартная порция, объемом 250 мл. То есть это не много, это не мало, это прям необходимый объем. Дальше идет американо, после идет фильтр кофе, дальше уже рафы, начиная от классики, заканчивая всем, что можем придумать. Все мы когда-то ели бородинский хлеб. Евгений создал кофе с таким же названием. Методом проб и ошибок в течение недели я подбирал определенный граммаж, который необходим для того, чтобы он был такой яркий, насыщенный, вкусный. Пить бодрящий напиток тоже надо уметь. У любителей кофе есть правило. Так, с эспрессо принято подавать стакан воды. Жидкость необходимо выпить до употребления горячего напитка, чтобы вкус продукта полностью раскрылся. Еще один популярный напиток в холода – это чай. Индийский носит название масала. В Тибете его именуют поча, а в Японии – матча. Последний буквально взорвал социальные сети и полюбился многим. По сути, это листья зеленого чая, перемолотые в пудру. В их составе много кофеина и теина. А все потому, что плантации чая произрастают в специальных условиях, вдали от солнца. Одна чашка матчи содержит большое количество антиоксидантов, аминокислот и других полезных веществ. Мой коллега ездил в другой город и попробовал как раз-таки там сочетание несочетаемого. То есть что-то было добавлено, и мы с ним попробовали сделать цитрусовый вариант матча на сливках. И это получилось вообще абсолютно как-то необыкновенно. В холода можно согреться и другими напитками. Глинтвейн – отличное средство для профилактики простуды. В состав входят корица, гвоздика и имбирь. Они обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Врачи отмечают, важно, чтобы температура жидкости не превышала 70 градусов. Тогда полезные свойства напитка сохранятся. Ксения Баканова, Константин Головин. События.